Здравствуйте! Вопросы о смешанных браках интересуют не только православных христиан, но и мусульман. Как вести себя мужчинам и женщинам в таких браках? На этот вопрос ответили представители двух конфессий. Для представителей любой религии, не только православия, спросите имаму в мечети, он скажет, что менять веру – это грех. Нет, потому что вот ты, так скажем, приобщился к православию, ты стал православным христианином, ты должен до конца пройти этот путь. А изменять своей вере в угоду браку, в угоду другому человеку – это не считается добрым поступком. Это, конечно же, будет ошибкой. Поэтому либо надо сохранить свою веру в таком браке, такое мы знаем, что возможно. Существуют же браки, где один партнер исповедует христианство, например, мужчина, женщина, его супруга, исповедует ислам или наоборот. И они продолжают так жить. Поэтому я как священник категорически не могу быть за то, чтобы человек в браке менял свою веру. Что делать с таким браком? Действительно, это нелегко. Когда один спает одну или другой другой, то есть у всех какие-то есть свои посты, еще что-то. Но брак, в принципе, не может быть легким делом. И поэтому, конечно, брак – это будет путь терпения в таком случае. Брак – это будет путем взаимопонимания. Где-то, может быть, придется ставить себя на место. Это очень сложно. Но еще сложнее с детьми, совершенно верно. Поэтому я тоже в сложной такой ситуации, когда как священник я должен сказать, естественно, что он должен быть крещен в православную веру. Но я понимаю, что если против воли другого родителя произойдет вот этот факт в семье, то это испортит брак. Поэтому нужно тому, кто исповедует православие, молиться об этом ребенке, стараться собственным примером жизни показать ему христианство, доброе христианство, что это такое. Чтобы когда он пришел в совершенство своего возраста, он бы выбрал эту веру. Ну вот это единственное, что можно сделать. А иначе это будет или трещина в семейной жизни, или разлад дальнейший. Если посмотреть общее положение смешанных браков, то если мусульмане женятся, например, на христианке или иудейке, соответственно, каждый из них остается при своей религии. Это непосредственные первые условия этого, естественно. То есть никто, мусульман, в данном случае не может обязать свою жену принимать ислам. Потому что в том-то и суть смешанного брака. Если кто-то из них принимает ислам, это не будет называться смешанным браком. Это будет называться обычным браком, например, мусульманским браком. Но при такой семье необходимо учесть определенные обстоятельства. По исламу, хозяином, ну как и везде, я думаю, как и по морали, хозяином является мужчина. Соответственно, в первую очередь должны соблюдаться требования его религии. То есть что касается питания, например, каких-то определенных обычаев, что касается новорожденных детей, на них полностью распространяется то требование, которое исходит из ислама. Это что необходимо знать мужчинам-мусульманам, если они уже живут в таком браке, например, или намереваются, например, вступить в такой брак, соответственно, что необходимо именно такие требования. При уважении, конечно, к религии ее жены, соответственно, и может быть даже, чтобы и жена придерживалась той религии, к которой она относит себя, потому что только в этом положении есть какой-то баланс, который необходимо будет соблюдать, как в религиозной семье. Что касается мусульманок, то необходимо сказать, что ислам запрещает мусульманкам выходить замуж за кого-либо, кроме как только за мусульман. Это первоначальное положение, которое исходит из Куран и Суны, необходимо которое разъяснять. Поэтому добавить к чему-либо я не могу в общих чертах, потому что любая ситуация, если вдруг какое-то происходит, что, например, мусульманка вышла замуж за христианина или юнитета, в данном случае, конечно, в регламентациях того, как себя вести уже в такой семье, как относиться к детям, мужу и так далее, ей необходимо получить дополнительную информацию образованных имамов для того, чтобы действительно правильно и соблюдать свою религию, при этом уважать религию своей семьи, своего мужа и там своих родственников, соответственно. И определенный какой-то метод выбора для воспитания ребенка, потому что это иногда становится ключевым. Именно в смешанных браках, в какой религии относить ребенка, как его воспитывать, на каких там, начиная от имени, заканчивая, какой храм он должен посещать, вот эти вопросы иногда возникают, поэтому при смешанных браках необходимо изначально уже обратить внимание на эти положения и как-то уже решить устно, может быть, письменно как-то решить этот вопрос, что в будущем они не стали причиной для определенных раздата внутри семьи. Продолжение следует... Продолжение следует...